Александр, я хочу тебя поздравить от всей души с тем, что вышла твоя книга на нидерландском языке. И здесь, в Антварпене, состоялась ее презентация, здесь было много народа, и все очень тебя благодарили и хвалили, да, и просили автографы, и я, надо отдать мне должное, дождался, выдержал эту очередь. Вот, и теперь я могу задать тебе несколько вопросов. Ну, расскажи о своих переживаниях, о своих чувствах в связи с выходом этой книги, что это значит для тебя? Это, ну, это, конечно, это радость, да, это окончание, какого-то, знаешь, очень-очень долгого процесса, то есть, ну, написание, потом, конечно, перевод, потом масса всяких вещей, да, которые, но, кроме этого, это для меня, конечно, Памятник моему сыну, который был похищен и убит в Москве в 2002 году. Ему было все 15 лет. А почему это произошло? Это абсолютно, это абсолютно совершенно бессмысленное убийство, абсолютно не спровоцированное со стороны, с их стороны, да, там, он просто поехал на дачу с ребятами, 8, там, их было 8 человек, все, ну, пару девочек, пару мальчиков, взрослый был, папа, папа из одного из этих, ну, команды поехали, да, папа напился, спал пьяный, естественно. Вот, значит, оставил детей одних, дети поели, вот, пошли прогуляться, значит, дети поели, пошли прогуляться, вот, и прошли, кстати, было не поздно, где-то 4-11, так вот, да, то есть, ну, это август, 12 августа, ты сможешь себе представить, да, было, как-то, остановляется машина за ними, стоять, вот, ну, дети, значит, остановились. Вот, вот, мой сын шел с другом последним, да, соответственно, они обернулись, да, и, то есть, они оказались последним, на той стороне, ну, то есть, ближе, ближе других к этим, да, к этим, они не видели пока, кто там, кто там, этот самый, кто там был, вот, и этот пацан, который с ним был, получает удар, без слов, без ничего, ни слова сказано не было, да, они ослеплены фарами, получает удар по бутылкой, по голодам, но, слава богу, он как раз потерял, как-то споткнулся, да, то есть, то ли они шли вперед, то ли что, он как-то, ну, двинул головой, к счастью, да, и удар так прошел, так, так, покрасательно, да, то есть, не, ну, повезло парню, как это, значит, ну, как это случилось, они все разбежались, вот, а мой сын почему-то остался, вот, и, чтобы помочь парню, когда, нет, нет, тот, нет, тот убежал, тот, нет, тот тоже убежал, он, этот самый, они все сразу разбежались, а он, знаешь, это можно гадать, сколько угодно, да, почему они, это, кстати, это же и на суде, да, потом я не узнал, вот, может быть, деталь, может быть, не самое, конечно, главное, но, вот, 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 не побоялся, может быть, знаешь, я вот, когда вспоминаю, ну, я, в мое детство, так сказать, ну, пришлось, но это совершенно другое время, да, я тоже никогда не убегал, потому что, ну, просто стыдно было, да, то есть, как бы там, попадали, конечно, во всякие, Самая дурацкая ситуация Прошу прощения В падлу терять лицо Тем более люди К сожалению Времена поменялись И конечно после Неудача Такая катастрофическая Что именно Такие звери попались Может быть Может его сбили с ног сразу Это можно гадать все что угодно Жертва случайного убийства Совершенно Если всерьез Если честно Это тяжелая история Я даже не знаю Рассказывать об этом или нет Потому что прокуратура Я разговаривал с этой Зампрокурором Молодая девушка Там был человек Который их послал Послал не именно Чтобы убить моего сына Потому что они нападали На многих людей Они похитили еще Двух пацанов Тоже лет 14-15 Тоже их возили в машине В машине Вытаскивали из машины Одного Начинали избивать Другому Другому говорили Мы тебя держать не будем Ты убежишь Мы его пристрелим Значит они Этого били Потом Начинали бить другого Потом встретили Моего сына Не знаю почему Но его убили И этих потом отпустили Их нашли Естественно Очень быстро Просто И все Они ничего Они все Все рассказывали одно и то же За одним исключением Я ничего не делал Вот они вдвоем Да Они вдвоем били Они там делали все что угодно Я ничего Может быть я ударил Там пару раз просто для беда Чтобы лица не потерять Но там проблема была в том Что Я говорю Мне неловко Я не знаю Просто даже Не подвожу Лея людей Там Совершенно бредовая ситуация Была Значит Там В тех местах Церковь Есть Наверное До сих пор И вот Священник Я узнал его имя Сейчас не помню Вот Он собирал таких Ну Бомжей Наркоманов Алкоголиков Ну И типа Их Значит Ставил на Верный путь И возвращал Ну По-моему Отнимал у них документы Так чтобы они от него Не могли уходить Вот И вот он значит Говорит Да И там конечно Было много проблем В районе Потому что Ну Пьянство было Вот То есть Народ специфический Вот И Ну Он им говорит Что У нас На кладбище Повредили там Не то памятники Не то Не то кресты Или что Это короче Сатанисты Вот Так что Надо Надо их найти И наказать В принципе Он их послал Вот в чем дело Да И Это Это было известно Сразу Вот Окей Они Он не Он не говорил Надо найти И убить Естественно Он сказал Надо найти И наказать И Значит Я спрашиваю Почему С этим Почему Почему Они Еще С ним Не то что Я Я на них В принципе Как-то не в состоянии Был злиться На этих Двух На этих Время На троих На этих убийц Но Как-то Я просто Спросил Почему Она говорит У нас есть Убийца И у нас есть Исполнители Так сказать Давай не будем Просто туда Все это усложнять И В принципе У меня было Как-то Не знаю У меня были Очень двойственные чувства Но Эти ребята Не были Сотоверствами Конечно Нет Абсолютно Нет Так Они Это было Они Напились Просто Втроем Вот И Просто Как бы Ну как Священник разрешил Значит Это наверное Хорошее дело Значит Мы будем Это самое Ездить на машине В округе Останавливать Пацанов Которые Заведомо Не в состоянии Защищаться Избивать их Вот И Ну Получать удовольствие Таким образом А Были там Какие-то Сатанисты Или нет Или это просто Было Ребяческое Какое-то Кто-то Где-то По Детской Глупости Что-то 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 Сделал С этими Крестами Кто скажет Кто Кто Это Кто Скажет Но То что Конечно Мой сын Или эти Другие люди Которых Дети Я имею ввиду На которых Они напали И которых Они тоже Зверским Совершенно Образом Избивали В течение Тоже Ночи С Ведомо Священником Ну С его Одобрения Благословения Благословения Поэтому Я в принципе Честно говоря Об этом Никому не рассказывал Потому что Я сам был Очень церковным Человеком После этой Истории После этой Истории Плюс еще Каких-то Других Вещей Да Я уже В 2003 году Последний раз Был Церковью Разочаровался В церкви Русской Не то что Нет Я не разочаровался Нет Я верующий Верующий Человек У меня Просто Произошла Это опять-таки Веш Это Это Скажем Об этом Я не хочу Говорить Это Личная 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 Ситуация Личная История С Священником Нашим Уже Здесь Просто Как-то Все наложилось Все 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 Вместе И Я Так Вот Как-то Я Ну Как Я Не знаю Я Говорю Это Очень Сложная История Только Сейчас Вот Это Случилось В 2002 Году Убийство Потом Суд В 2013 Году Прости В 2003 Году Вот Я только Сейчас В 2015 Начинаю Понимать Что Со мной Происходило В течение Всех Этих Лет Почему Я всех Бросил Почему Я перестал Общаться С людьми Кто-то На меня Обижался Кто-то Кто-то Нет Вот Мне Даже Здесь Фламандские Журналисты Ребята Говорят Куда Ты Все В РТ Я тебе Говорил Куда Ты Уехал От Меня Этот Вернер Трио С Радио Клара Он Говорит Ты Что Уехал Ты Уезжал В Россию В эти Годы Тебя Тебя Не было Я говорю Нет Я был Здесь Ну вот Я объяснил Почему Меня Не было Я просто Не был В состоянии Общаться Ни с кем Вот Ну просто Боли Вся Чувство Вины Колоссальное Я Ты Ты За Это Время Написал Книгу Я За Это Время Первое Это Было Да Это Было Мое Это То Что Я Называю Своим Спасением И Это Действительно Я Вот В это Самое Тяжелое Время Когда Я Вернулся После Суда Когда Я Узнал Все Подробности К этому Боли Утраты Сына Прибавились Все Эти Дикие Детали Которых Ну Окей Это Такой Клише Сходить С ума Но Никто Не Знает Чем Это Может Обернуться Ты Слышишь Какие-то Рассказы О людях Которые Теряют Контроль Над собой Кто Хочет Это Я Пришел В какой-то День Я Решил Я Буду Писать Я Должен Начать Писать Я Абсолютно Не Встань Я Абсолютно Не Настроение Должен Начать Писать Что Что-то Очень Хорошее Очень Радостное Противоположное Тому В каком Мире Я Жил И Вот Так Я Начал Без Сюжета Я Не Знал Что Я Буду Писать Но Знаешь Что У нас По Молчанию Хорошее Это Детство Детство Шо Сторон Детство Первая Любовь Эти Воспирные Как-то Я Там Пошел Но И Долго Я Долго Я Держался Только Солнечной Страной Так Жизнь Была Ну Жизнь То 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 Я Не отдавал Себе Честно Гори Отчета В том Что Эти Ну То Скажем События Реальные Реального Мира Они Просачивались Туда Вот Конечно И Я имею Ввиду Это Это Чудесное Радостное Детство Чудесная Радостная Любовь Она Конечно К ней Стали Примешиваться Те чувства Которые Я испытывал В тот Момент Скажем Я не хочу Рассказывать Чем это Сюжет И как Я имею Два Книги Слишком Много Ну Конечно Это Можно Прочитать Это Можно Прочитать Пока Сейчас Либо По Нидерландски Либо По Русски В Читальном Зале На Журнальном Зале Читальном Зале Я сказал Журнальный Зал Этот Крупный Интернет Проект Это Портал Можно В интернете Это Почитать Можно В России Купить В России Она вышла В журнале В журнале Так что Купить Я не думаю Что Можно Может Быть Она Вызет Сейчас Потому Что У меня Были Контракты Были Эти самые Почему Она Так Там Ну Большая Неразбериха В 2008 Году Она Попала В здание Время Борису Пастернаку Ему Очень Понравилось Вот И Тут Случился Кризис И они Практически Перестали Издавать Книги В принципе Везде То же самое Здесь Было То же самое В Волландии Было По всему миру Огромное Количество Издательства Обанкротились Тогда Да Но если Вернуться К книге Все-таки Несмотря на боль Это Очень светлая Книга Да Я Слышал Да Все об этом Говорят Да А читатели Здешних Да Что Пересидывал Да Потому что Мне это было нужно Я говорю Мне нужно Для того Чтобы Просто Чтобы сохраниться Чтобы выжить Мы Такие Я не знаю Но мог бы ты Немножко Философию Этой книги Выразить Это Свет В конце Туннеля Есть Всегда Солнце Светит Даже Если Его Не Видишь Или Что Или Этой книги Это Этой книги Я Боюсь Я Боюсь Я не хочу Просто Ее Рассказывать Но Для Для меня Она Это Не Хэппи Ант Готов Обломать Сразу Огромное Количество Потенциальных Читателей Потому что Многие Любят Я знаю Что Есть Люди Которые Ориентируются На Хэппи Ант Это Должен Хэппи Ант Но В жизни Это Далеко Не Всегда Так Происходит Для Меня Эта История Так Как Эта История Была О Мне Ничего Я Тогда Не Понимал Да Многих Вещей Не Понимал Это Удивительно Просто Искал Мне Нужно Было Найти Убежище На самом деле Конечно Переживал Свою Собственную Историю Другими Путями Другими Способами Другими Людьми Другими Персонажами Но В принципе Я Чувствовал Себя Виноватым Я Чувствую Себя Виноватым В том Что Меня Не Было Помочь И Не Мог Его Спасти Вот И Это Об этом Я В принципе И Писал Это Я Говорю Это Другие Люди Это Другая Обстановка Другие Другие Вещи Происходят Но Если Знать Эту Историю Ты Все Это Все Это Найдешь В этой Книге Вот И Поэтому Эта Книга Это Знаешь Что Это Спасибо Нет Я О каких-то Ну Скажем О Философско Я не знаю Каких-то Этих самых Замыслах И смыслах Это Потерянный Потерянный Рай Потерянный Рай И Потерянный Рай По Моей Вине Понимаешь Я Я виноват В том Что Никита Злые люди Которые Которые Пришли И меня Оттуда Выгнали Из этого Рая Где Мне Было Так Хорошо И Так Светло А Я Потому Что Я Не Смог Потому Что Я Не Был Достаточно Внимательным К Людям К 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 Я Это Потерял Упустил Сквозь Пальцы Понимаешь Вот Я Ну Ты Первый Ну Да Я Говорю Вот Это Да Я Все 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 Идет Хорошо И И Вдруг Это Потеря Например Вдруг Этого Нет Почему Что Как Злые Люди Нет Я Ты Я Очень Часто Окей Конечно Часто Бывают Злые Люди Нас Оттуда Отвечаешь На вопрос Почему Так Происходит Нет Я Говорю Человек Не Хочешь Жить В Раю Нет Я Говорю О Романе Ну Да То 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 Если Ты Говоришь А Подспудная Так Сказать Идея В частности Потому Что Там Много Много О многом Писал Как Роман Это Много Я не знаю Много Тем Много Много Идей То Что Было В тот Момент Важно Для меня Это Написать Вот Это Вот Ну Я Говорю Я Писал О себе Я Не Очень Понимал Не 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 Я Имею Ввиду О себе При лице Гаде Который Не Смог Защитить Своего Сына Спасти И И И Поэтому Это Конечно Ну Не 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 Найти Отражение В Книге Чего Опять-таки Я Не Понимал Тогда В тот Момент Вот Сейчас Когда Я Мне Пришлось Снова Пройти Через Процесс Редакции И Там Обсуждение Бесед С С Моими Издателями Я Как-то Снова Этот Роман Пережим И Как-то Вдруг Совершенно Иначе Его Воспринял И Такие Очевидные Вещи Как То Что Я Писал В принципе Не Примая Свою Собственную Историю Себя Самого Тех Лет Я Вдруг Понял Сейчас Такой Бред Спасибо Александр Отлично Спасибо Спасибо Огром Рассказывает Спасибо